Как заменить аккумулятор и клавиатуру на макбук про 13? Давайте разберемся. Многие из вас наверняка боятся самостоятельно ремонтировать свои ноутбуки, и зря, ведь в этом нет ничего страшного. Главное соблюдать правила и делать все по инструкции. Ремонтировать ноутбук чуть дольше, чем смартфон, но никак не сложнее. А если речь идет о гаджетах от компании Apple, то здесь все проще простого. Итак, половину дела мы уже сделали, а именно решились самостоятельно отремонтировать наш ноутбук. И все, что нам потребуется для ремонта, так это набор ZipDip для замены аккумулятора или клавиатуры. Почему именно наборы ZipDip? Да все потому, что если вы решите купить комплектующие от других производителей, максимум, что они смогут вам предложить, это голую деталь, которую только и дело, что нужно нести в сервисный центр. Но с нами все по-другому, ведь ZipDip пропагандирует самостоятельный ремонт, и именно поэтому в каждом нашем наборе вы можете найти набор инструментов, комплектующие, и также мы прилагаем видеоинструкции по ремонту для каждого гаджета. Как раз именно на такое видео вы и попали. Начнем, пожалуй, с аккумулятора. Достаем из нашего набора отвертки, пинцет, лопатку и, конечно же, сам АКБ. Первым делом нам необходимо перевернуть наш ноутбук и выкрутить 10 винтов, а после чего аккуратно снять заднюю крышку. Крышка крепится примерно по центру при помощи двух пластиковых клипс, и когда вы будете возвращать ее на место, слегка надавите посередине. Для того, чтобы достать старый аккумулятор, нам нужно снять защитную пленку с батареи, и при помощи специальной лопатки отцепить шлейф аккумулятора и выкрутить защитную пластину. Убираем ее в сторону и отцепляем шлейф от платы и отгинаем его на 90 градусов. Теперь аккуратно подцепляем и отщелкиваем шлейф правого динамика и вытаскиваем его из пазов. Откручиваем винты, которые удерживают шлейф правого динамика и извлекаем его из корпуса, и то же самое проделываем с левым. С помощью лопатки отцепляем шлейф трекпада и приподнимаем его наверх, таким образом мы освободим аккумулятор. Отцепляем еще один шлейф и вытаскиваем его из сокета. Не забываем открутить винт справа, а после этого накрываем фольгой дисплей нашего макбука. Не забываем, конечно же, и про безопасность. Надеваем антистатические перчатки. Теперь нам осталось с помощью специального причиндала достать старый аккумулятор, и делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы, естественно, ничего не погнуть и не поцарапать, ведь аккумулятор штука такая, может и взорваться, и загореться, поэтому лучше делайте это бережно. Готово! Ставим наш новенький аккумулятор и собираем ноутбук в обратном порядке. Теперь же приступим к замене клавиатуры. Распаковываем набор ZipDip для самостоятельной замены клавиатуры и перематываем видео на момент, где мы уже достали наш аккумулятор. Теперь же нам нужно отцепить все шлейфы по всей округе нашей платы. По очереди вытаскиваем шлейфы специальной лопаткой, так же, как показано на видео. По завершению демонтажа нам необходимо выкрутить все 11 винтов с нашей платы, а после чего вынуть ее из своих пазов. Как всем известно, клавиатура крепится к топ-кейсу на заклепках. Это достаточно надежное крепление, но снимается оно элементарно. Поддеваем угол пассатижами и равномерно оттягиваем на себя. Важно, не стоит делать это резко и с чрезмерным усилием. При плавном оттягивании заклепки выходят без труда, но при резком рывке есть риск сорвать с них шляпки. Перед установкой новой клавиатуры необходимо убрать все выпавшие заклепки, они могут повредить экран. Итак, что мы имеем? 15 минут мелкой моторики и клавиатура сидит как влитая. Важно знать, что в макбуках не бывает бесполезных деталей. Жестяная пластина, расположенная под областью тачпада, может показаться не очень нужной, но ее функция жизненно важна. Крепим пластину в пазах и собираем все в обратном порядке. Готово! Теперь больше никого не подпускаем к нашей новенькой клавиатуре. Если эта инструкция была для тебя полезна, то обязательно ставь лайк и пиши комментарий под этим видео. Не забудь подписаться на наш канал, а все товары из этого видео ты можешь найти по ссылкам, которые я оставлю где, правильно в описании. До скорого!